Чему именно эта витрина? Потому что здесь есть алмазы. Они очень красивые. Сапфиры, аметисты, топазы, изумруды. Этими известными, пожалуй, каждому драгоценными экспонатами хочется любоваться снова и снова. Но самое интересное впереди. В уникальной коллекции Дальневосточного геологического института около тысячи образцов минералов. В День науки экскурсию для школьников проводят сами геологи. В 88-м году, уже прошло до века. И впервые узнали, что это новый минерал. Он был подтвержден как новый минерал по всем законам. Но больше с тех пор ни разу, ни в одном месте земного шара этот минерал больше нигде не обнаружен. Как рождаются драгоценные камни? Есть ли у них синтетические аналоги и как их различить? На эти и другие вопросы в гемологии и науке о самоцветах может ответить Вера Пахомова. По ее словам, эта область знаний особенно интересна своей красотой. То есть, одно дело, ты ищешь о руду. Она не такая эстетичная, как драгоценные камни. Еще одна причина развития этого направления в геологии, дальневосточной, это то, что именно в Приморском крае есть месторождение сапфиров, незаметно, единственное в России. Месторождение известно уже давно, однако изучалось лишь с целью добычи золота или вольфрама, в которых нуждалась страна. На сапфиры же внимания никто не обращал. В России их не добывают и по сей день. Виной всему несовершенство законодательства в России. Для того, чтобы заниматься этими камнями, необходимо иметь не только дипломы экспертов-гемологов, но и разрешение. Разрешение оформляется только в Москве. Это все очень сложно законодательно. Приморье богато и благородными опалами, топазами и изумрудами, аквамаринами и кварцами. А в половине залов ВДНХ представлены дальнегорские самоцветы. Именно они ценятся на мировых коллекционных рынках. Термин «полудрагоценный» сейчас нигде в мире не используется. Он из старых классификаций. Потому что вообще-то во всем мире драгоценный камень, все договорились, что он начинается с 10 тысяч долларов за карат. А полудрагоценный, ну тогда давайте будем разделять их на четверть драгоценных, одна восьмая драгоценных. Красоту и ценность приморских самоцветов оценили и школьники. Многие из камней до посещения экскурсии они видели лишь после огранки. Очень много разных камней интересных. У них, допустим, малахит приморский очень интересный, мне понравился. Состав у них очень интересный тоже. Вообще, я люблю ювелирные украшения. Еще мне понравился также из Уругвая купленный аметист. Очень красивый. Также понравились шахматы из минералов. Они очень классные, я хотел бы им поиграть. А тем временем экскурсии для школьников проходили и в соседнем институте – Федеральном научном центре биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии. Этот микроскоп единственный на Дальнем Востоке. У него очень широкий спектр действия. Например, его используют с целью изучения и, соответственно, лечения онкологических заболеваний. Электронный сканирующий микроскоп с большим разрешением – до 20 нанометров. Ученики сразу нескольких школ Владивостока увидели в работе. А более привычной моделью прибора научные сотрудники школьникам разрешили воспользоваться самостоятельно. Ребята посетили сразу несколько лабораторий, где каждый нашел для себя что-то новое и интересное. Меня очень удивила вся аппаратура, все то, что тут изучается. Вот это все очень интересно. Для меня это правда было что-то открывательное. Мы сейчас проходили по биологии, и это дополняло мои знания. Созданные учеными Дальнего Востока разработки активно применяются в абсолютно разных сферах – от медицины до сельского хозяйства. Их достижения в науке используют также при экологическом мониторинге и предупреждении чрезвычайных ситуаций. А среди ребят, которые побывали на дне открытых лабораторий, наверняка есть те, кто будет развивать приморскую науку в ближайшем будущем. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.